Валерий Курас 11 апреля Россия подписала международную антитабачную конвенцию, а это значит, что сидя, например, на автобусной остановке вы уже не сможете достать пачку сигарет и закурить. Не удастся вам это сделать ни в ресторане, ни в офисе, ни даже на лестничной клетке собственного подъезда. И что тогда начнутся табачные бунты? Возможно, но они будут очень похожи на митинги обманутых вкладчиков финансовых пирамид. Таких вкладчиков-курильщиков в России миллионы. Главный вопрос, как табачным корпорациям удалось затащить в свою секту 60% российских мужчин, 20% женщин и половину подростков. Вот об этом наше специальное расследование. Эти кадры мы снимали год назад. Народный артист России Александр Абдулов принимал участие в одной из наших программ, посвященных автоугонам. Сейчас беспредел, отморозки, понимаете, как бы люди, которым наплевать, они ничего не знают, они книжек не читают, они, они, ну вот, ну, овладел он там этой линейкой, там, чем-то, такими двумя проводами. Понимаете, он считает, что вот заработал, напился, поймали, сел. Артист был весел, полон творческих планов. Единственное, о чем он попросил нас тогда, разрешение курить во время интервью. Мы не посмели возразить, ведь курил он постоянно. Тогда еще никто не знал, что пагубная привычка приведет артиста к тяжелому онкологическому заболеванию. По статистике Всемирной организации здравоохранения, скорость течения рака легких 6 месяцев. В случае с Абдуловым чудо не произошло. Этому мужчине был поставлен диагноз рак гортани. Основной причиной заболевания является курение. Спасение было одно – удалить гортань. Теперь он может жить, но говорить не может. Ой, мороз, мороз! Не морозь меня! Не морозь меня! Моего коня! А этим пациентам, можно сказать, повезло. После удаления гортани им были имплантированы протезы, позволяющие хоть как-то говорить и даже сносно петь. Диагноз «рак гортани» в России каждый год ставится 8 тысячам курильщиков. Самое страшное, что среди этих больных все больше и больше молодых людей. Виталик и Тимур подружились в приюте для несовершеннолетних. Им по 12 лет, и они оба курят с 6-ти. Первый затяжка, конечно, я не в себя. Вторая – это полмесяца где-то я вот так не в себя курила, а потом пошла. История курения Тимура напрямую связана с родной матерью. Чтобы я не бычки по полезным собирала, она сказала, что мне будет сама покупать сигареты. Покупала сигареты? Да. Какие? Винштон легкий. Мы попросили Тимура купить для нас пачку сигарет в павильоне «Табачок» у Петровско-Розумовского рынка столицы. Без проблем прям. Прям в легком числе. Вот она. Мы не стали журить нерадивую продавщицу, а сразу отправили отснятый материал в управление по пресечению преступлений в сфере потребительского рынка ГУВД Москвы. Через несколько дней мы приехали сюда же с сотрудниками управления и устроили аналогичную проверку. Мы попросили двух 16-летних подростков на условиях анонимности купить для нас сигареты. Давайте красные. Все. Поехали. Пошли. Здравствуйте. Проверочная закупка у вас была произведена сейчас в управлении по борьбе с правонарушением в сфере потребительского рынка ГУВД города Москвы. Давайте документы все это сейчас. И документы на организацию. Сейчас мы представим постановление на проведение проверки. Первый раз у вас сегодня такое? Да. А вам сколько лет самому? Мне 27. А у вас дети есть? Нет. А как вы отреагировали бы, если вот вашим детям бы продали сигареты? Или спиртное? Ну, плохо очень. Плохо, да? А чего же вы сами-то несовершеннолетним продаете? Ну, на вид ему-то лет 20 и больше. А вы знаете, что нужно вообще спросить, если у вас есть какие-то сомнения, спросить документы? У меня и не было сомнений, поэтому я и не спрашивала. Через несколько минут девушка из Молдавии заплачет, но не горько и быстро успокоится. Вот почему. В данном конкретном случае только за реализацию сигарет несовершеннолетнему на продавца и на индивидуального предпринимателя, кому принадлежит павильон, и на того и на другого будет наложен штраф до 3000 рублей на каждого. 3000 рублей продавец в таком оживленном месте заработает за пару часов, в том числе за счет детей. Вы как отец, какой бы штраф назначили? Я бы, наверное, все-таки не штрафовал, не штрафовал, а в организациях, в которых допущен факт реализации или табачной продукции, или алкогольной продукции, я бы лишал права торговать. Будьте уверены, если через неделю какой-нибудь ребенок захочет купить в этой палатке сигареты, ему их обязательно продадут. Вот в Америке, например, как сделано? Продали сигареты детям, там лишают лицензии. Простой доходчивый метод. Либо штраф. В ряде стран, допустим, за продажу сигарет детям даже уголовная ответственность накладывается. А у нас знаете какой штраф? 3000 рублей. Эту безнаказанность и слабость закона чувствуют все торговцы. К тому же они находятся под защитой своих старших товарищей, гигантских табачных корпораций, которым за последние 10 лет удалось скупить все российские фабрики, засекретить производство и установить фиксированные цены. Как им это удалось? Ответ на этот вопрос нужно искать в советском прошлом. Анатолий Бычков в 16 лет стал собирать сигаретные пачки. По коллекции Бычкова можно проследить историю развития табачной индустрии в СССР. До 50-х годов курили только папиросы. Первые сигареты без фильтра, легендарная прима, появились после смерти Сталина и стоили 14 копеек. Потом дукат и чайка по рублю за пачку. Они были крепкими и грубыми на вкус. Часть сигарет производились в Молдавии. Они назывались ароматизированные и соусированные. А часть, типа Шибки, Родопи, Апала или Ту-134, закупались в Болгарии. Это вот Винстон, допустим, Данхилл, Честерфилд. Они возили сюда ограниченно, продавались в березках. Они считались самыми дорогими. Их очень много было у фарцовщиков. В ресторан вдвоем с девушкой можно было сходить за 10 рублей, то купить хорошую пачку сигарет можно было за 20-30. Леонид Ильич Брежнев был главным в стране курильщиком и таким же страстным бросальщиком. На борьбу с пагубной привычкой дряхлеющего генсека были подняты даже космические НИИ. Один из институтов разработал продсигар, который выдавал по одной сигарете в 45 минут. Но Брежнев хотел курить гораздо чаще и пытался вскрыть чудо-шкатулку ножом. Ничего не получалось. Страсть генсека к курению очень точно передал Сергей Шакуров, снявшийся в заглавной роли в фильме «Брежнев». Но только съемочная группа знала, чего стоили артисту сцены с сигаретами. Я курил сигареты, которые ему там привозили друзья из-за границы, как это было на самом деле, типа Мальборо. Вот и я покурил его, но только в кадре. Только в кадре во время команды мотор. Как только команды мотор, я затыкал и подальше попросил убрать его, потому что это противно. Противновато. Сергей Каюмович пристрастился к табаку в студенческие годы, но папироса была скорее способом борьбы с голодом, нежели удовольствием. Помогала она и не заснуть на ночных репетициях. Прихожу в театр перед репетицией за 15 минут. Все собираются, привет, привет, здорово, здорово. И автоматом лезут за сигаретами. И я поймал себя на мысли, что я как обезьяна. Еще. Да. Раз за сигаретами полез, а у самого желания курить нету. Я думаю, мамочки мои, неужели я такое уж совсем существо вообще, ну... То есть это психологическая была привязанность. Окончательно Шакуров бросил курить 20 лет назад во время съемок фильма Анна Павлова. Целый месяц артист прожил в Нью-Йорке, где каждый день выкуривал ровно пачку. Ну, садясь в самолет, в дорогу, я беру две пачки, ну, чтобы покурить, тогда в самолете разрешали курить. И лечу в Москву. Пока прилетел в Москву, половину выкурил, половину раздал сигарет. Ни одной сигареты нет. Сажусь в такси, еду домой. Проезжая мимо Арбатского, Смоленского гастронома, говорю, остановись на секундочку, я сигарет куплю таксисту. Выхожу, захожу в гастроном. Кента, конечно, никакого нет американского. Лежат сигареты Кэмэл. Я беру их, сажусь в такси, вытаскиваю сигареты, закуриваю. Что-то мне противное стало. Я вот так вот прям скомкал ее и в окно выбросил. Вот уже 20 лет Сергей Шакуров не курит. В свои 66 лет он прекрасно выглядит, занимается спортом. А еще Сергей Каюмович – молодой отец. Его младшему сыну 4 года. Сохранить блестящую физическую форму помог отказ от курения. Артист прикасается к сигаретам только по требованию режиссеров. Последний раз это произошло на площадке Брежнева. Правда, курил артист импортные сигареты. А весь народ в период застоя довелся тем, что предлагала отечественная промышленность. Во времена СССР плантации табака простирались по Краснодарскому и Ставропольскому краям Ростовской области. Абхазия славилась элитным табаком – самсуном. Крепкий, пляный, красный – он был известен за рубежом. Во время сбора урожая улица Сухуми наполнял запах спрессованных листьев, которые тоннами грузили на иностранные суда. Табачные плантации бархатным ковром покрывали долины республики. Заира Шушания, сколько себя помнит, выращивает табак. Первый сбор в начале июля. Вот это первая ломка. Вот до сих пор. Дальше нельзя ломать. А почему дальше нельзя? Нельзя, потому что это уже другой сорт будет. Нанизывать и сушить табачные листья – всеобщая семейная трудовая повинность. Приказ дает отец. Потом на речку купаться идут. Если не будут ни за табак, они не пойдут. Вот это одна говенка. На заговенку это вешаем вот так по пять шнуров и вешаем вот так. Это будет килограмм, ну в общем четыре вот так, четыре с половиной вот так. Пять не будет. Гудаутская табачная фабрика когда-то перерабатывала до полутора тонн табака в месяц. Мы отгружали табак в сирме Филипп Моррис и Швейцарии и другие страны. Раньше для минимального добавления в сигареты класса премиум западные компании закупали этот элитный табак. Прибыль от его продажи составляла солидную часть бюджета республики. Сейчас контракты расторгнуты. Это остатки империи. Табак выращивают здесь скорее по привычке. Без каких-либо добавок крутят из него папиросы, которые с юмором называют экологически чистыми. Только курить их невозможно. Именно поэтому они стоят копейки и мало для кого представляют интерес. А вы сами курите? Курил я когда-то, но в данное время я не курил, потому что, ну как-то вредно стало. Курил я не для меня, и я бросил. Огромное количество добавок, эксклюзивная рецептура. Вот что делает сигареты иностранных брендов такими привлекательными для начинающих и действующих курильщиков. И не секрет, что западные гиганты денно и нощно ведут работу по улучшению вкуса табака. Эти изысканные палочки здоровья и вытеснили с рынка отечественного производителя. Россия, вне всякого сомнения, это мекка для табачных компаний. И если во всем мире табачная отрасль активно вытесняется с рынка, то в России вот все, что выкидывается из Европы, из Америки, все было получено, оседает в России. Развал отечественной табачной промышленности начался в конце 80-х. Фабрики встали, начались табачные бомбы. И тогда резко активизировались иностранные концерны. Они завезли в Россию гигантские партии своих сигарет, на которые тут же подсело население. Главными воротами для потока импортных сигарет стал Калининград. Именно там развязалась настоящая табачная война. Предприниматели Григорий Приданцев и Михаил Фатов выходили со стадиона в трудовые резервы. Неожиданно навстречу выбежали несколько мужчин с оружием и в натянутых на лицо вязлых шапках. Приданцев только успел крикнуть «Миша, маски!». Автоматная очередь оглушила стадион. Григорий Приданцев погиб на месте. А вот Михаил Фатов получил тяжелые ранения. Его перевезли на лечение в Германию и уже через полгода он вновь вернулся в Калининград. Впрочем, табачные наемники не любят оставлять лишних свидетелей. Основной версией совершения этих преступлений являлся их табачный бизнес. После развала СССР Калининград оказался отрезанным от России, что повлекло за собой и экономическую блокаду. В 96-м Ельцин подписал указ о создании здесь свободной экономической зоны. Это означало, что товары из-за рубежа могут ввозиться сюда беспошлино. Первыми на почин отреагировали табачники. Немецкие концерны гнали в Россию сигареты по себестоимости – 5 рублей пачка. Сигареты поставлялись на территорию области официально в таком количестве, что выкурить их местное население в этом объеме не могло, даже если считать потребляемые сигареты на младенцев и не курящую часть населения. Сигареты стали контрабандно вывозить обратно в Европу. Через полгода тревогу забила немецкая полиция. Она-то и обратилась к российской стороне с просьбой поставить заслон беспределу. И тогда объемы ввозимых сигарет решили резко сократить. Администрация области объявила о квотах. Аукционы по распределению квот на сигареты стали проводить в здании местной администрации. Уже через месяц журналисты окрестили эти торги аукционами смерти. Ведь очень быстро их участники оказывались один за другим на кладбище. Табачным королям Григорию Приданцеву и Юрию Волкову удалось заполучить 90% разыгрываемых квот. Делиться с другими участниками рынка они не захотели. После убийства Волкова, Приданцева и Фатова квоты на ввоз сигарет разделили оставшиеся в живых табачники. Но война продолжалась. 22-летний Сергей Кругликов стал следующей жертвой. Он пришел работать администратором к бывшему партнеру Приданцева. Сергей проявил незаурядные способности. Организовал собственную фирму и начал очень активно встречаться с немцами. Это не могло не насторожить его конкурентов. В последнее время он чего-то боялся. Как-то он не очень, а тут в последнее время такой просто стал часто навещать. Я даже так радовалась, что он... Но он не никогда... Ну вот он уставший был. Трагедия произошла 12 сентября 2002 года. Машину Кругликова заминировали. Когда Сергей сел за руль и повернул ключ, раздался взрыв. По такому же сценарию погиб и сотрудник табачной компании Шаторская Максим Байкок. В 2003 году закончился первый этап табачной войны. Беспошлиный ввоз табака отменили, и импорт стал невыгоден. Табачные короли на время зарыли топоры войны, но они еще поднимут свои головы, и будут новые схемы и новые заказные убийства. Российские табачные фабрики к началу 21 века уже вовсю работали под знаменами трех гигантов. Производства табака в России нет. В России есть отверточная сборка. То есть расфасовка скручивания и расфасовка по пачкам. Вот весь табак, конечно, импортный. Греция, Соединенные Штаты, ну и прочее. Ни на одной пачке сигарет вы не найдете надписи о ее составе. Но на печенье написано мука, молоко и даже красители с ароматизаторами под кодовыми номерами. А на сигаретных пачках только два слова – никотин и смола. Ситуация настолько плоха, и она настолько серьезна и страшна, что они стараются эту информацию не давать. Поэтому все вещества они закрыли одним словом – смола. А смола – это тот термин, который был придуман самим табачным компаниям. На самом деле это не смола, которую многие видели, ничего не такого страшного. На самом деле это 4 тысячи химических соединений, большая часть которых – яды и канцерогены. Канцерогены – это химические вещества, вызывающие онкологические заболевания. Прикуривая очередную сигарету, мало кто об этом задумывается. В табачной фабрике очень активно применяют средства, которые вызывают привыкание, то есть как слабый наркотик. Мы решили сдать на экспертизу пачку сигарет. Нам очень хотелось получить ответ на вопрос – что же входит в состав табачной мешки? В лаборатории вы не увидите экспертов, как на винном заводе или на парфюмерной фабрике. Курить будет машина. Вот таким стал фильтр, который впитал в себя дым от одной пачки сигарет. Из дыма сигарет сюда попал никотин, смолы, монооксид и разные другие компоненты, которые мы не определяем, но они все здесь присутствуют. После курения автомат оставил нам коричневый фильтр и мешок с дымом. Помещаем фильтр в колбу с раствором, а мешок с дымом от 20 сигарет в другую машину. Вот здесь заявлено 9 миллиграмм на сигарет, у нас получилось 11. В принципе, это ничего не значит. Просто такой показатель. То есть уже анализы не соответствуют заявлению на пачке? Ну, это в пределах допуска. Это в пределах все допуска. Оказалось, что экспертиза сигарет – это такая же часть табачного лохотрона. С нас содрали деньги и сообщили, что количество никотина и смолы в сигаретах соответствует цифрам, указанным на пачке. И все. Но мы надеялись выяснить состав сигаретной палочки. Есть подозрение в том, что некие какие-то неизвестные вещества добавляются, которые тоже вызывают, не никотин, но нечто другое, которое может также вызывать привыкание. Вот, например, есть у нас информация, что леволиновая кислота добавляется. Что это такое? Да, ее применят в статье из химической энциклопедии, применяя при производстве антифризов, флюс для пайки и так далее. Вы хотите это потреблять? Нет, не очень. Не очень хотите. Ну, что она вызывает? А вызывает, они регулируют кислотность. Значит, не будет кислым этот дым. Так. Это раз. И второе, она ускоряет всасывание никотина в кровь. Если раньше курильщику требовался не один год, чтобы крепко подсесть на никотин, теперь достаточно одного месяца. Этот фактор и продел страшную статистику в России. С 69-го места в мире мы скакнули на второе. Среди мужчин статистика перевалила за 60%. Среди женщин подобралась к 20. Это национальная беда. Национальная беда. Наряду с алкоголизацией, они идут параллельно, эти две беды. Мы теряем огромное количество здоровья и, соответственно, людей. Мы сегодня имеем с вами самую низкую продолжительность предстоящей жизни. Но самое больное место – это дети, особенно проживающие в крупных городах. Среди старшеклассников курят 67% мальчиков и 52% девочек. Получить курящего ребенка для табачной компании – это, в общем-то, счастье. Потому что та табачная зависимость, которая формируется в детстве, она очень сильная. Наши маленькие герои – Виталик Гебель и Тимур Сатвалдеев – курили 6 лет. Проблемы со здоровьем не заставили себя ждать. Один все время жаловался на боль в боку, другого замучил кашей. Мы обратились в институт педиатрии с просьбой провести обследование Тимура Сатвалдеева. Опытные доктора сразу отметили, что у Тимура не все в порядке со здоровьем. Они измерили его рост. Оказалось, что мальчик на 15 сантиметров ниже нормы. У него очень сильно обложен язык, а воспаленные лимфатические узлы прощупывались даже на локтевых сгибах. Это для 12 лет как? Это хорошо для 12 лет. Рокод, как крокодил. Нет, ну как крокодил, открывая огромный рот. Недавно он участвовал в соревнованиях и по сравнению с другими детьми чувствовал себя значительно хуже. Тимура Сатвалдеев буквально не выдержал игровой нагрузки, не спортивной даже, а игровой нагрузки не выдерживает. У него, он отмечает и сам, у него есть и сердцебиение, и тахикардия, у него и что еще было головокружение. Он, так сказать, вынужден был остановиться, прекратить. Мы повели Тимура в кабинет ультразвуковой диагностики. И вот здесь врач обнаружил, что у пациента почти на 2 сантиметра увеличена печень. Есть остатки в желчном пузыре, есть лимфоузлы, усилен сосудистый рисунок печени. Можно предположить, не знаю, как по клинической картине, но вот у ультразвуковой есть эхопризнаки дискинезии желчно-выводящих путей и эхопризнаки инфекции, возможно, хронической. Для полного обследования необходимо положить мальчика в стационар на несколько недель. Это входит в компетенцию только руководства приюта. Но даже на основании неполного обследования врачи сделали один и очень печальный вывод. У ребенка резко снижен иммунитет. Именно снижение иммунитета характерно для всех маленьких курильщиков. Виталик говорит, что когда вырастет, обязательно бросит курить и станет дальнобойщиком. А вот Тимур мечтает только об одном – чтобы его пятилетний брат не закурил. Недавно в одной из газет мы нашли очень любопытный тест для курильщиков. И трое сотрудников нашей программы подсчитали, какое же количество сигарет они выкурили за всю свою жизнь. Цифры шокировали. Оказалось, что каждый тратит в год на сигареты 25 тысяч рублей. А начиная со школьной скамьи, эта цифра давно перевалила за 300 тысяч. Если же выложить все выкуренные ими сигареты в одну длинную линию, то получится путь длиною в 15 километров. Если вы курите, проведите подобный тест. Может быть, вам тоже станет не по себе. Если бы вам, когда вы начинали курить, показали вашу фотографию с протезом и сказали, Ир, вот так ты будешь выглядеть через 30 лет. И это является следствием курения. Что бы вы сделали? Я бы даже не начинала, если честно. Потому что, в общем, как и все, я думаю, что вот с ерунды это начинается. С одной сигареты попробовать. Там курящая компания, там курящие сотрудники. Ирина ничем не отличается от миллионов российских курильщиков. Почти ничем. Несколько лет назад ей ампутировали левую ногу чуть ниже колена. Боль от гангрены была такой, что женщина выла. Я никогда не видела, чтобы там мой муж плакал. Он плакал. Но когда меня повезли ампутировать ногу, приехала, да, была моя мама, она приехала. И вот они вдвоем сидели, и вот он плакал. Сначала Ирина встала на костыли. Но долго ходить на них было тяжело. И тогда возник вопрос о протезе. Первое, что я вышла из больницы, я сказала, не жалеть, я не инвалид. И меня перестали жалеть. То есть я еще без протеза на костылях могла идти по квартире, а муж мне мог сказать, чашечку с чаем принеси мне, сидит у телевизора. Я сначала злилась. Он говорит, а что ты злишь, ты же не инвалид. И я вот на костылях, тут у меня чашечка на пальце висит, я ему несу. Муж Сергей купил Ирине суперсовременную инвалидную коляску. Она помогла ей в первое время, когда женщина привыкала к протезу. В магазине я долго ходить не могу. Мы взяли эту коляску. Муж меня посадил. И вот он меня поэтому обивезет. Я там то, то, сё, там он меня подвозит. И вдруг я вижу свой любичный отдел, там дачные лопаточки, вот это вот всё. Я соскакиваю, я забыла. Я соскакиваю с этой коляски. Я там начинаю чего-то, значит, дергать, хватать. А народ так вот собрался и смотрит. Я только потом уже, ой, боже, я же инвалид, мне же нужно, скорее всего, мне же нужно срочно сесть. Покажите, как вы моетесь. Это специальная штучка, на которой сидеть. То есть я раздеваюсь. Вы двигаетесь сюда. Видно, Ир? Вот, вот она. А вы вот дальше, да. Я раздеваюсь вместе с протезом, залезаю туда. С протезом? Да, сажусь. Уже отстёгиваю протез, ну, в смысле, снимаю его. А оставлю его сюда, закрываюсь и моюсь. Ирина показала нам свой гардероб. Ограничение в одежде – не последняя жертва, которую она принесла своей пагубной страсти. У меня нет ни одной юбки. Это кофты и это брёки. Всё? Да, в любом виде. То есть капри тоже не оденешь, шорты тоже не оденешь. То есть только брёки, спортивные штаны там. Хорошо, а если вы видите на ледо? Летом на курорт, как вы обходитесь? Это льняные брюки, всё? Да, да, всё. Как вы купаетесь? Я никак не купаюсь, потому что купаться неудобно. Идёшь ко дну. Неудобно? Вы не можете плавать? То есть одна нога легче, другая тяжелее, работает. То есть это не вопрос эстетический, это просто вопрос физический, вам невозможно это делать? Да, надо вот либо в поясе. В круге. Да, либо за что-то держаться, потому что... Ну, понятно, да, что без ноги очень много там всяких. Я, конечно, там не говорю, что это всё, надо сесть в коляску. Вы водите машину? Нет, но я её и без этого не водила. Вот это не моё, я просто... Нет у меня такого же... Ну, на велосипеде, скажем, вы можете кататься? Нет. А ещё Ирина не ходит босиком, не носит обувь на каблуке и не ездит в общественном транспорте. Каждый день на работу и с работы её возят на машине сын или муж. Она не может пройти больше 150 метров. Начинает болеть вторая нога. У вас под угрозой вторая нога? Понятно, что врачи все грозят. И они совершенно правы. Когда меня увидел сигареты, я думала, что его хватит, как кондрашка. Да, потому что он был так... Он просто, даже сказать ничего у него, он так просто обезумел. У него был такой взгляд, я-то его понимаю. Он просто вытащил как бы... Из могилы, да? Да, с того света. То есть он меня оставил за второй ногой. Я считаю, что это просто чудо, потому что... Ну вот я уже... Опять вот эти вот боли, я поняла, что я столько времени не протерплю. То есть первый раз я не знала, как это и что это. Я как-то так до последнего. В этот раз я уже понимала, что я такой не переживу. Ну, я уже вообще в принципе как бы простилась. Я вот уже перед тем, как лечь в больницу, потому что я не знала, возьмет он меня или не возьмет к себе на лечение. Я уже мужу сказала, все, вот сейчас Новый год закончится. И я просто поеду опять в ту больницу, где меня ампутировали ногу. У Ирины есть сосед, Олег Васильевич Галеев. Ему 75 лет. Курить он начал в армии. После 50 начались проблемы с сердцем. Он перенес сложнейшую операцию и с тех пор живет с кардиостимулятором. Но курить не бросил. Когда врачи поставили ему диагноз склероз сосудов нижних конечностей и пригрозили ампутацией, он все равно не расстался с любимой игрушкой. А когда ногу ампутировали? Сколько лет? Год уже. Полтора года прошло. А до этого вы ходили? Да, понятно. Выходили, да? А вот полтора года назад вы вам сказали, что операция? Да, да. И вот с тех пор, полтора года, вы практически не выходите на улицу? Нет, я выезжал на дачу, там, конечно, я передвигался при помощи коляски. Да. А так нет. Единственный маршрут курильщика Галеева – от кровати до кухни и обратно. Ногу ампутировали почти полностью. Встать на протез в таком возрасте уже невозможно. Одна радость – сигареты. Две пачки в день. Вот ничто вас сейчас не заставит бросить. Бросить? Нет. Ну, какой смысл-то? Сейчас уже. Да. Сейчас уже никакого. Ну, вот. Ну, и чего же это самое? Ну, чего пенять на производителей, на сигареты, на государство? Да, вот Минздрав предупреждает, на пачке написано. Доктор объясняет, да, что вредно. Мама ругает. Что еще? Ну, на кого обижаться-то, если сами... Ирина бесспорно пример оптимизма. С одной поправкой. Она потеряла ногу по своей вине. Она лишила себя тысячи удовольствий, которые доступны здоровым людям. И проклинает тот день, когда впервые попробовала закурить. Груза ампутации второй ноги по-прежнему велика. Ирина приняла участие в нашей программе только с одной целью. Может быть, ее пример кого-нибудь остановит. Монтажник-высотник из подмосковного Ногинска Евдоким Иванов начал курить в 20 лет. Когда врачи заподозрили у него серьезные проблемы с желудком, он резко бросил. Вечером покурил, и утром я не стал курить. И с тех пор я его не курю. Но курил долго, во сне. В онкоцентре Евдоким Иванов лежит уже несколько недель готовиться к операции. Врачи считают, что его диагноз – прямое следствие многолетней табачной зависимости. Ведь дым не только вдыхают, его глотают, а смола, как уксус, разъедает органы пищеварения. Оказывается, можно без этого жить. Никто от этого еще не умер. От того, что не курит? Да. Интервью для нашей программы далось Шабану Мусаеву нелегко. Преподаватель техникума из Дагестана курил 30 лет. Пока окончательно не потерял голос. Сколько времени вы не разговариваете уже? Полтора года. Разговариваю, и только полголоса. Мусаеву предстоит операция. Врачи не обещают вернуть голос, но говорят, что у таких больных, которые вовремя бросают курить, еще есть шанс на выздоровление. Человек умрет от инсульта, или от инфаркта, или от рака почек, или от рака легкого, или от лейкемии, от любой болезни. Но такого явного он не поймет, что он умирает от табака. А этому пациенту-курильщику несколько дней назад вырезали часть языка. Как он будет жить после операции, сказать сложно. Но курить ему точно больше не захочется. Кого винить сейчас этим больным, кроме самих себя? С кем судиться? Наша съемочная группа отправилась в Санкт-Петербург, где умирающий от рака курильщик выступил против табачной кампании. Рабочий Кировского завода Иван Иосифович Прокопенко начал курить в 11 лет. В голодное военное время курили почти все. Табак подавлял аппетит, а потом в сознательном возрасте он так и не смог отказаться от папирос. Врачи диагностировали у него рак и удалили легкое. Врач Виталий Бут познакомился с Прокопенко, когда тот был уже при смерти. Раньше он пытался бросать курить до операции, но это было сложно, он махнул рукой. Как он говорил, я готов даже и не есть, лишь бы покурить. Бут предложил адвокату Сергею Асутину встать на защиту своего пациента. В России таких исков не было, мы впервые занимались этим делом. Он сказал, что да, возможно возбудить иск против табачной кампании. Тем более, что многочисленные примеры в Соединенных Штатах Америки указывают, что иски такие можно выиграть. Прокопенко стал первым и единственным россиянином, который через суд потребовал полтора миллиона рублей в качестве компенсации за то, что табак погубил его здоровье. Дело было принципиальным. Имеют ли право больные люди, которые попали в плен в зависимость табаку, право на защиту? Табачники знали, что могут выйти сухими из воды только в случае смерти Прокопенко. А потому искусственно затягивали процесс. Они были уверены, истец безнадежен. Прокопенко ждал приговора, а табачники – его смерти. Весь мир знает, что курение табака приводит к онкологическим заболеваниям, а наши эксперты с противоположной стороны доказывают обратное. Что это? Заказные эксперты или неграмотные ученые? Даже находясь в критическом состоянии, испытывая невыносимые муки, Прокопенко продолжал курить. Он не ел, он только курил. Это легальный наркотик. И здесь ничего поделать нельзя. Против питерского работяги, адвоката и врача сражались лучшие юристы табачной корпорации. Все они говорили о свободном выборе курильщика и обвиняли Прокопенко, закурившего мальчишкой в войну, в слабоволии. Только сейчас появляются те самые надписи на пачках, которые не рекомендуют курить. Поэтому говорить о свободе выбора, свобода выбора, возможно, в свободной информации, когда у тебя есть полная информация. А если у тебя ее нет, какая свобода выбора? О чем? Вот она и выбора. Вот он и выбор. Посмотрите на наши табачные киоски, где продают детям тот самый Беломор канал. Вот она, свобода выбора. Первое в России судебное дело против табачной кампании закончилось ничем. Что вы думаете по поводу всего, всей этой ситуации? Ну, я думаю, что у нас это бесполезно. Мерчи, я думаю, что у нас это бесполезно. Правильно, найдутся разные причины. Может быть, это нужно быть таким, знаете, как сказать, спортсменом, да потом закурить, а потом что-то можно выиграть. Потому что простому человеку, я думаю, что это... Вдова Прокопенко Анна Антоновна регулярно ходит на могилу своего мужа. И таких могил каждый год в России прирастает 400 тысяч. Пачку сигареты известной марки мы купили в Лондоне. Она стоит на наши деньги 300 рублей. Еще одну той же марки мы купили в Бангкоке за 100 рублей. Еще одну такую же нам привезли из Рима, где она стоила 89 рублей. А в Москве такая пачка стоит 30. В чем дело? Почему такая разница в цене? Не будем брать в пример, там, ту же Великобританию, где может цена доходить до 10 долларов за пачку. Или Европу, где она в среднем 5 евро, то есть это 7 долларов за пачку. Но такой вот чудовищной дешевизны, как у нас, сигарет, нет нигде. Экспертиза показала, что пачки, купленные в разных странах, по содержанию смолы никотина совершенно одинаковые. Значит, вопрос низкой цены и доступности – это вопрос государственной политики. А 30 рублей – это карманные расходы среднего российского школьника. Мальчик, идущий в школу, которому мама дала там 5 рублей на то, чтобы он булочку купил, идет, и на пути ему попадается 2-3 таблоида, где крутой, сильный дядька, стоит с сигаретой и говорит, жизнь хороша. И вот реклама, она рассчитана на этого ребенка. И когда он доходит до школы, он в ближайшем киоске покупает эту пачку сигарет и начинает курить. С прошлого года федеральный закон обязал производителей табачной продукции указывать на пачке сигарет и ее максимальную розничную стоимость. То есть вот эта пачка не может стоить дороже 47 рублей. Но, например, на хлебе или на сахаре вы никогда не найдете подобные надписи. Например, пакет молока еще в сентябре стоил 30 рублей, а сейчас он стоит уже 35, в то время как цены на сигареты не поднялись ни на одну копейку. Никотиновой зависимостью страдает прежде всего российский бюджет. Уже в этом году он планирует получить в виде налогов от табачных гигантов 48 миллиардов рублей, что на 15 миллиардов больше, чем в прошлом году. Это значит, что армия российских курильщиков увеличится. И второе. Россия вышла на первое место в мире по контрабанде сигарет в Европу. Наша съемочная группа побывала на границе с Польшей и Литвой. Именно эти точки считаются золотыми воротами табачников-контрабандистов. Река Неман. 110 километров занимает российская граница с Литвой. Вместе с таможенниками съемочная группа спецрасследования едет в Рим. Контрабанда сигарет – основной бизнес в приграничной полосе. В него втянуто все местное население. Сигареты здесь покупают у оптовиков за копейки и переправляют в Литву, где они стоят в разы дороже. Но ввести туда официально можно только пять пачек. За остальное придется заплатить пошлину. А платить не хочется. Вот и пытаются контрабандисты найти дырки в границе, чтобы вывести сигареты, минуя таможенные посты. Поймать контрабандистов непросто. ОПГ четко структурированы. Ядро составляют закупщики сигарет. Они же контактируют с иностранными партнерами. Все остальные – технический персонал. Товар загружается на лодке на нашей территории. Лодки скоростные у них. Катера вылетают, нагруженные товары, вылетают из реки. В районе 100-200 метров сюда подходят к Литовскому берегу. Скидывают товар и возвращаются опять на нашу территорию. И это очень тяжело их поймать. Здесь сигареты, изъятые таможенниками неделю назад только за один рейд. Тогда погоня за контрабандистами напоминала лихой боевик. Они начали просто эти коробки с лодки бросать в нас, в нашу лодку. Ну, то есть, чтобы избавиться. Соответственно, все равно мы их догнали. И коробки потом пришлось, правда, вылавливать. Зимними ночами коробки тащат по льду на санках. Летом нанимают водолазов. И те, связывая их гирляндами по 20 штук, под водой волокут через границу. Можно пропустить гирлянду и самотеком. То есть, ее просто отпускают, ну, с привязанными, ну, там, бутылками пустые. Чтобы держалась на плаву. И она сама по течению плывет. И на литовской стороне ее встречают. Чистая прибыль контрабандистов – 100 долларов с коробки. Бывали случаи, когда оперативники задерживали за ночь до 400 коробок. Навар преступников составил бы 40 тысяч долларов. А это граница с Польшей. Для многих поляков русские сигареты – серьезный источник дохода. Еще недавно они имели возможность по многократной визе сотни раз пересекать границу. И с утра до ночи таможенники трясли их автомобили, начиненные блоками российских сигарет. Сейчас ставят только одноразовую визу. Да и стоит она 35 евро. Не разъездившись. Ну, там у вас штук 20 или 40? 40. Ну, покажите, как вы их спрятали. Покажите нам. Вы видите тех, у кого действуют еще старые въездные документы. Поляки начиняют сигаретами машины под завязку. В этом ангаре специалисты и упаковывают сигаретные блоки. Заметив журналистов, интернациональная бригада сворачивает деятельность. Крупные партии до 100 тысяч пачек вывозят в днищах грузовиков. Вот такие здесь в основном местные фабрики калининградской. В отличие от первого этапа табачной войны, во втором действовали уже совсем другие схемы. Сигареты, произведенные в России в подпольных цехах, контрабандно вывозились в Европу. Но не в багажниках малолитражек по несколько блоков, а тысячами тонн в гигантских трейлерах. Два года назад в Департамент экономической безопасности России обратились английские полицейские. Остров завалили контрабандными сигаретами из Калининграда. Они даже прислали образцы задержанной продукции. Следы привели оперативников на окраину Калининграда на закрытую мамоновскую табачную фабрику. Были готовы сигареты Мальборо, 61 короб для Англии в упаковке евро-дютифри, надпись «Смокинг-килз», сигареты ЛМ. Когда-то мамоновская фабрика действительно поставляла в Польшу сигареты Мальборо. Но поляки в 2004 году расторгли отношения. Производство встало. И тогда предприниматель Александр Сальников выкупил помещение вместе с оборудованием и устроил там подпольный завод. Ни налогов, ни акцизов. Всю подпольщину он контрабандно переправлял в Англию и Бельгию. Где-то 20-футовый контейнер, который доходил, к примеру, в Англию, распродавался там в аккурат, они получали с этой контейнеры чистой прибыли за вычетом на производство со всего 200 тысяч евро. 1 апреля 2005 года Александр Сальников был застрелен в подъезде собственного дома. Кто убил Сальникова? На этот вопрос прокуратура не ответила до сих пор. Но контрабандные поставки сигарет в Европу из России не прекратились. Наоборот, наша страна за последние несколько лет превратилась в лидера контрабандного табачного рынка. Об этом шла речь на Бангкокской международной конференции по борьбе с курением. Основной вопрос конференции касался контрабанды сигарет из России и стран СНГ в страны-участницы конвенции. Миллиарды контрабандных сигарет, вброшенные в эти страны под демпинговым ценом, сводят на нет все усилия по борьбе с курением. Конечно, контрабанда сигарет имеет большая проблема для всех государств. Но, согласно данным ВОЗ, на Россию приходится 20-30% контрабанды сигарет. Для мирового сообщества очевидно, что курение такой же враг, как и терроризм. Всемирная организация здравоохранения призвала всех присоединиться к конвенции, которая бы ограничила права табачников. Принятие рамочной конвенции накладывает на Россию определенные обязательства. И отчет, допустим, перед Всемирной организацией здравоохранения через два года. Если государство подписывает этот документ, оно обязано запретить рекламу сигарет в любом ее виде. Термины «легкие», «суперлегкие», «мягкие». Предельно поднять цены на сигареты. Сопровождать пачки предупреждениями о вреде курения в половину поверхности упаковки. Эта конвенция спасает жизни. И мы надеемся, что Россия присоединится к конвенции, потому что в противном случае Россия будет как бы сидеть на бомбе или мине замедленного действия. Нам удалось поговорить с менеджером компании «Бритиш Американ Табака» Дженнис Кэмерон. Дабы скрыть свою причастность к табачному бизнесу, она зарегистрировалась на конференции как журналист. Это не секрет, но даже в программе Всемирной организации здравоохранения к 2020 году 1,3 миллиарда человек будут курить. Раз уж это так, но давайте как минимум обеспечим качественную продукцию, которая сократит опасность для здоровья людей. И как раз наша позиция заключается именно в этом. Табак убивает и все. Мы об этом говорили во время дня борьбы против табака в 2006 году. В любой форме табак вреден. И все разговоры о качестве, о безопасности абсолютно неуместны, неприемлемы для нас. В наши дни в кино курят либо психи, либо европейцы. Нам нужно заставить их думать, что курение круто. Нам нужно, чтобы Вильям Грейс курил в гостиной, или Бастарда выбирал сигареты, а не шоколад. А Фью Грант снова влюблялся в Джулию Робертс, покупая ее любимые сигареты. Сегодня табачные компании утверждают, что именно они являются самыми активными борцами с курением. У них разработана стратегия и прежде всего в отношении школьников, потенциальных новых курильщиков. Джарщики, работающие в табачных компаниях, люди очень изощренные. И действуя по принципу, если ты не можешь остановить процесс, ты должен его возглавить, они сами же финансируют программы по борьбе с курением. Они сами же финансируют программы по разъяснению о вреде курения в школах. Естественно, делают это таким образом, что я сомневаюсь, что реальное число курящих школьников уменьшается. Если бы ваши родители сказали вам, что опасен шоколад, вы бы их послушались? Нет, точно. Может, вместо того, чтобы послушно верить, когда дело касается сигарет, вам стоит самим проверить? Хорошо, спасибо, мистер Нейлор. Спасибо, что к нам пришли. Только в январе 2008 года под давлением общественного мнения правительство России все же приняло решение подписать Международную антитабачную конвенцию. Здесь нельзя, допустим, говорить, что только, вот, допустим, какой-то, примите закон из понедельника. Это общество должно, общество должно потребовать, да, и чтобы не курили в общественных местах, и поднимали, и так далее, и задавали вопросы эти. Но повышение цен, повышение акцизов – это одно из важнейших направлений в рамочной конвенции. И с его принятием, безусловно, движение в этом процессе будет. Для иностранных гигантов наступят тяжелые времена. Одно «но» – наступят они не скоро. Конвенция должна быть реализована в течение пяти лет, а за это время скорится еще не одно поколение российских детей. Нам надо об этом думать, понимаете, чтобы, так сказать, русский человек, так сказать, полюбил себя. Полюбил себя и свою жизнь. Ценил бы свою жизнь. Понимаете, вот когда человек страхует себя, свою жизнь, это, ну, чего-то это стоит, не так ли? Какая-то сумма выставляется. Чтобы человек думал, что его жизнь представляет ценность для него в первую очередь, для его родных, но и для государства. Пусть поздно, но мы осознали, что табак – тот же наркотик. Просто он не вызывает асоциального поведения, но он вызывает чудовищную зависимость. И зависимость не только у курильщиков, но и у тех, кто формирует государственный бюджет. В том числе, исходя из огромных налогов, которые платят табачники, Россия, обладатель несметных природных богатств, впервые задумывается, а нужны ли ей эти прибыли? Прибыли, которые уносят население сотнями тысяч ежегодно. В эти сотни войдете и вы. Пойдемте, перекурим и еще раз подумаем об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok